Внутренним делам в Соединенных Штатах, тут, значит, понятно, сражение с Дональдом Трампом, оно, как бы, идет в основном сейчас на судебных, как бы, там, понятно. На финансовом даже рынке. Да, ну и на финансовом рынке тоже, да, так сказать. Но идея, там, давайте разорим Дональда Трампа, то есть, посадить не посадим, отстранить не отставим, давайте разорим, так сказать, ну, вот как-то. Причем, кто-то, значит, по всей мести решил, что, наверное, если по, там, целому ряду дел он все-таки будет признан виновным, то от него отвернутся избиратели. Может быть, не его, так сказать, что называется, ядерный электорат, да, или, как в Америке говорят, база, да, вот его, но, так сказать, да, но не присоединившись, могут и отвернуться. Ну, что-то я в этом деле сомневаюсь, но, тем не менее, значит, какие новости? Новости такие, значит, что там, пока федеральные дела застряли, значит, соответственно, в различного рода согласованиях, протестах и рассмотрениях, там, Верховным судом и апелляционными инстанциями, значит, на передовой воюет штат Нью-Йорк. Во главе с генпрокурором Летицей Джеймс, которая, как я напомню, она когда избиралась вообще на пост, это выборная должность, значит, прокурора штата, она же говорила очень простую вещь. Я, значит, соответственно, здесь не ерундой всякой занимаюсь, а, правда, на закрытом, значит, мероприятии для спонсоров, но, естественно, все это утекло тут же. Ну, вот, значит, что я здесь не фигней всякой собираюсь заниматься, я здесь для того, чтобы прижать Дональда Трампа. Вот она и прижимает, как может. Значит, в прошлый раз я рассказывал, что у него там почти 450 миллионов залога нужно заплатить. Значит, тут как? Ему присудили штраф плюс пене и того 450 миллионов, но, чтобы подать апелляцию, нужно сначала, как бы, залоговый документ некий подать, ну, там, бонд или еще что-то, или деньгами. Напомню, что это все разворачивалось не в ходе уголовного преследования, а в ходе гражданского иска прокуратуры штата Нью-Йорк. Они вот такую форму нашли, где-то бремя доказания, доказательств, на самом деле, ниже гораздо, да? Вот, но вот это вот решение нижней инстанции, которое содержало, значит, соответственно, вот этот вот самый пункт, оно вот было обжаловано. Не само решение по существу, а было обжаловано само вот это решение, что без внесения денег нельзя подавать на апелляцию. Значит, и суд пятого округа штата Нью-Йорк сказал, ну, этого, ребята, конечно, даже мы ему скажем, что это чересчур. Вот, но это просто чересчур. Вот, и в результате, значит, его снизили, значит, значительно до 175 миллионов. И сказали, вот в течение 10 дней теперь нужно, соответственно, оплатить или внести залог, если вы собираетесь, значит, апеллировать к этому делу. Вот, и, соответственно, это решение, в общем, запрещает прокуратуре штата Нью-Йорк принимать обеспечительные меры, потому что офис генпрокурора штата Нью-Йорк уже потирал руки и собирался, значит, соответственно, слямзить, во-первых, Трамп Тауэр, ну, вот это вот здание знаменитое с надписью Трамп. Вот, так сказать, ну, вообще, как бы, одет. И все, где есть шильдик Трампа, тут и даже. Ну, все, что до чего дотянется, и что будет так вот, как бы, оценено. Вот, ну, в общем, это, вот, судья Артур Энгерон, который ведет это дело, это, надо сказать, уже довольно серьезная вещь, несмотря на то, что все апелляции пока далеко не идут, они только в апелляционной инстанции, то есть тоже штата, штат крайне либеральный, там ни одного судьи, которому симпатизировал Трампу, нету, вот, и, в общем, все, политическая мотивированность, она там есть все-таки. Вот, в этом смысле, в судебной системе, ну, уже пятый раз отменяют его решение, или хотя бы существенным образом меняют. Вот, а ранее Трамп, кстати говоря, говорил, что ему придется устраивать горячую просто распродажу, потому что, ну, как бы, а как он еще это сделал, как он вытащит деньги? Потому что, ну, у всех богатых людей, понятно, налички, это не лежит, это не лежит в комнате где-то. Ау, зам. Продолжение программы, Дмитрий Дробницкий здесь в студии, так что вот идея, которую высказали на прошлой программе, собирать по СМС, она еще, в общем, актуальна. Да, да, так он придумал, ну, как бы, да, по СМС. Ну, по СМС, не по СМС, но, тем не менее, Трамп решил, значит, соответственно, что сделать? Он решил продавать, значит, эксклюзивные библии. А вот это вот, вот я когда прочитал, эксклюзивные, это как? Ну, смотрите. В его редактуре? Нет, не в его редактуре, это эксклюзивное издание. А, издание, издание. Значит, библия, которая называется Holy Bible, и внизу написано God bless the USA, храни, Господи, Соединенные Штаты Америки. Да, значит, ну, там есть такой Ли Гринвуд, который большой друг Трампа, он, так сказать, кантри-исполнитель таких патриотичных песен. Ну, вот он спел эту песню, Боже, благослови США, и там от его рукой написана, естественно, копия, ну, рукописным написан, припев к этой песне, который прилагается к этой Библии. Библия, вот там, с небольшим добавлением, значит, на обложке, но к ней прилагается, значит, рукописный припев вот этой песни, рукой самого Ли Гринвельда. Значит, там вот в рекламе на сайте, там, значит, они вместе с Трампом сидят за столом резолюта в авольном кабинете. Значит, хорошо исполненная копия Конституции Соединенных Штатов. Библия о правах, Декларации независимости, а также, как бы, листок клятвы верности гражданина США. Полный набор. Полный набор. Вот. Вы же ничего читать не надо. Да, стоит это 59 долларов 99 центов. Вот за 60 баксов можно приобрести, и по почте придет. Вот, как бы, и понятно, учитывая, что себестоимость этого дела вряд ли, как бы, там, превышает, там, 3 доллара, ну, вот, собирается собрать деньги. Да ладно. Не, ну, поскольку... Чтобы всего напечатать. Не, ну, что, ну, что это сколько? Ну, 3 доллара на книжку сделал, слушайте. Я работал в полиграфии, когда это большой тираж. Это не так хорошо. Под сомнение цены в наших книжных магазинах. В наших книжных магазинах я бы не просто цены поставил, так сказать, под сомнение. Я бы кое-кого лично поставил бы под сомнение. К стенке это вы. Я под сомнение бы его поставил. Да, я сам читаю электронные книги. Да, и то, кстати говоря, если я читаю отечественные книги, я всегда уточняю у авторов, как бы, идет ли им копеечка с этого дела. А то, знаете, бывают разные. Ну, вот, да. Ну, так вот, есть второе еще дело. Значит, это дело, где он Библию продает. Это значит, соответственно, дело о...